Значит, речь идет о том, что при ковидной инфекции мы много раз обсуждали возможности развития психических нарушений. Очень она бьет по голове самым разным способом. Ну и вот конкретный случай в данном варианте мы сегодня представляем. Значит, примерно 20-летний мужчина. Почему примерно? Потому что мне сказали, что надо брать согласие на демонстрацию случая, вдруг его что-то кто-то узнает. Мы спрашивали у специалистов по этике, сказали, что брать ничего не надо. Вот. Но обезличиваем. Главное – обезличить. Значит, молодой человек без высшего образования, работающий в творческой профессии, находился в больнице города Н, неподалеку от Москвы, и в медицинское бюро обратил в его мать с рассказом о том, что в конце ноября 23-го года было резкое переохлаждение, существенное переохлаждение, и у него очень сильно ухудшилось состояние. Повысилась температура, хотя прием жаропонижающих помогал, нарушился сон, аппетит, давление поднялось, частый пульс, заторможенная речь, медленная походка, головные боли. Они встревоженно через пару дней вызвали скорую помощь. Там сразу сделали анализ на ковид, говорят, а у вас ковид, все, поехали в инфекцию. И они поехали в инфекцию. В инфекционном стационаре, вы же знаете, там люди строгие живут, значит, никакого адекватного контакта с родителями не было, посещения не допускались, ничего особенно не рассказывали. Но по некоторым данным, которые у нас имеются, состояние было достаточно тяжелым, он находился даже в отделении реанимации. При этом стали обсуждать неожиданно наркоманию. Хотя родители зуб давали, что никаких наркотиков в жизни не было. Но мы же знаем, да, что родители думают, что дети у них чистенькие, а дети при этом покуривают где-нибудь там в подворотне. Вот, поэтому тут, конечно, всегда такое есть, но тем не менее. Значит, наше предложение им применять антикоагулянты не прошли. Они пугали тем, что будут переводить на наркологическую клинику. Ну и родители, конечно, немножко вылезли на стенку, с нами сконтактировали. Ну, что там вот по выписке, уже поскольку выписка произошла, значит, исходно было тяжелое состояние, психомоторное возбуждение. Я, правда, не понимаю, что такое ближе к тяжелому, ближе, дальше, насколько ближе, ну, неважно, тяжелое состояние. Сознание реагирует на вопросы, отвечает частично, какое-то общее напряжение частично выполняет команды, нервозность, состояние. Отчаговости ничего не было, но в некой вынужденной позе сидя он находился. Есть он ничего не ел, ну, и тут, в общем, никаких таких вот существенных изменений не было у него. Ну, вот я просто отметил в выписке, что мочица достаточно, такой тоже термин, там ближе к тяжелому, а здесь достаточно. Достаточно по оснащению к чему, непонятно, но отеков не было. Значит, первую госпитализацию, было снижение гемоглобина в какой-то момент, то есть где-то к концу первой недели, там ближе к первой неделе, он съехал со 150-145, там ежедневно делали анализы, до 116-126. Ну, тоже так. ЦРБ, вы видите, достаточно хорошо. Креатинин с 80 до 332 совпадает с падением уровня гемоглобина. А потом довольно быстро все пошло вниз. Эритроциты в моче 100 в поле зрения, потом снизилось до 10. Удельный вес 10-10-10-25. И на ЭХКГ где-то в каком-то месте проскочил перикардиальный выпад и гипертрофия левого желудка. Повторно ничего этого не было, поэтому мне трудно что-то интерпретировать, потому что вот это описание, оно написано, что плохо визуализируется. Ну, то ли было, то ли нет. Дальше, лечили противовирусный препарат, ну как же без него, антибактериальная терапия, мы же знаем, что антибиотики у нас хорошо лечат, вирусные инфекции, инфузионная терапия, включая метаболические средства и витамины. Ну, да, такая, в общем, обычная, малоэффективная, бессмысленная терапия. И мы его перевели в другую клинику, в частную клинику. Вот, при этом при переводе был написан диагноз вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная, гипоксическое ишемическое поражение центральной нервной системы неуточненное. Еще раз повторю, все время обсуждалось с наркоманией. Вот, перевозили мы его, естественно, санитарным транспортом примерно через две недели под начало заболевания и первичной госпитализации. При поступлении первичный диагноз был коронавирусная инфекция, хронический пилонефрит обострения, напоминаю про 100, эритроцитов, острый фаренгит и полиморфное психическое расстройство, потому что он продолжал сидеть, не давал себя, так сказать, расслабить никак. Вот, ну, описание такое, здесь уже без всяких сравнений, просто тяжелое состояние, тяжесть обусловлена эндогенной-экзогенной интоксикацией, тоже не очень понятно, белково-энергетическая недостаточность, водно-электролитными нарушениями. Значит, уровень сознания оглушения, астонизирован, истощается, заторможен, ажиотирован, отвечает односложно на вопросы выборочно, после паузы команда тоже выполняет выборочное, сидит. Дальше неврологической-мингиальной симптоматики нет, кожа, ну, в общем, объективно ничего не было, кроме очень большого объема мочи до 5 литров в сутки. Вот, и при УЗИ, уже здесь УЗИ было прицельно, правильно, хорошо сделано, отек паранхима почек. Значит, была выполнена пункция спинномозговая, ну, там ничего особенного нет, кроме снижения белка и хлоридов, которые я не знаю, как трактовать, потому что, если я правильно понимаю, при воспалении все это должно немножко быть не снижено, а повышено. Значит, в этой клинике ему сразу были назначены антикоагулянты, выполнены плазмом ФРС. Естественно, неврологическая-метаболическая терапия тоже была назначена, хотя это не наша клиника, мы там не команда парадом, мы считаем, что это бессмысленно, но она была. И что было интересно, что был очень быстрый позитивный эффект, то есть, человек прямо выздоровел на плазмом ФРС с момента начала антикоагулянтной терапии, через несколько дней он практически был здоров. Значит, конечно, сделали анализ, наконец, на наркотики, конечно, там ничего не было, там абсолютно чисто, там было полно всяких наших препаратов, но никаких наркотиков. Значит, 5 литров, конечно, потребовало обследование с точки зрения патологии эндокринологической, ничего там не нашли, но уже когда я его потом смотрел, я посмотрел на этот вираж креатинина с переходом в полиурию, присоединение пиелонефрита, это приходящая парциальная почечная недостаточность. Это такой вариант острой почечной недостаточность, который не превратился в анурию, в анурическую фазу, но, тем не менее, он проделал определенную картинку поражения почек. В принципе, при ковиде это обычная история, ДВС-синдром и поражение почек. Вот, значит, когда я его смотрел, он абсолютно был адекватен, у него, правда, появилась мекоплазмная инфекция, в этот момент, конец года, мекоплазма была прямо направо и налево, ему дали антибиотики, все это быстро прошло. Он легко рассказывал про страхи, про воздействие на него лучами, но в тот момент, когда я с ним общался, этого уже ничего не было, он был, ну, в общем-то, вполне улыбчивый, молодой человек, что-то мне показывал, рассказывал, ну, может быть, немножко стеснялся, но вот у меня никакой тревоги он не вызывал. Поэтому я позволил себе расценить имевшие место ранее психические расстройства как далериозную форму острого ковида, тяжелого течения. Она описана, она везде фигурирует в иностранной литературе, ну, я так счел это таким вариантом. Значит, опять же, я там приходящий человек, но у меня не возникло вопроса о том, что нужно его показывать психиатру, потому что, на мой взгляд, он был абсолютно адекватен. Значит, он был выписан из клиники домой где-то перед Новым годом, уже потом обсуждалась вот эта вот какая-то тревожность, напряжение в теле, повышенные реакции на свет, преследует, воздействует лучами из органов, с работы и так далее. То есть, какая-то такая, я бы сказал, продуктивная симптоматика, но я еще раз говорю, я ее слышал от него, но она не произвела на меня, не произвела на меня какого-то большого впечатления. Сразу, какой антибиотик? Микоплазма лечит препаратами, азитромицином, как правило. Значит, после выпуски, примерно через неделю после Нового года, картина психического расстройства стала снова нарастать. Значит, по вечерам сохранялась температура, снова появилась спутность сознания, страх измены, чувство вины, поверхностный сон стал замыкаться, появились паузы между фразами, вновь стал негативно реагировать на свет. Значит, здесь сложность в чем, что писала в основном мать, и мы с матерью общались, но периодически он тоже включался и тоже писал какие-то довольно странные вещи. Вот. Но мы сначала как-то решили, что может это постковидный синдром, ну, потому что все было хорошо. И мы сначала начали обсуждать плазмоферез, но уже через пару дней стало понятно, что тут не до плазмофереза, тут явная продуктивная симптоматика, которая требовала обсуждения проблем с психиатром. Значит, мы провели с нашим психиатром сеанс 11-го числа, он высказал мнение, что это психоз, и что необходима срочная госпитализация, и, собственно, через несколько дней больной был госпитализирован в Центре психического здоровья Москвы, где он сейчас и находится. При этом у него получена положительная динамика, к сожалению, я не знаю выписки, пока ничего не видел, но мы узнаем. Я рассчитывал на то, что наш психиатр сегодня выступит, но он как-то решил, что он не будет выступать. Ну, вот такой вот больной. Значит, связано ли это с ковидом? Или это как-то, может быть, связано с каким-то стрессом, который у него был на работе до того? Не знаю, не могу вам ответить, посмотрим, что будет. Ну, вообще говоря, мы всегда писали, вы помните, наверное, что при ковиде очень много психических нарушений, депрессии, суицидальных миссий, мыслей там чуть не 5%. И на самом деле даже самоубийство тоже бывает. Поэтому, есть ли тут связь или нет тут связи, сказать я, к сожалению, не могу. Собственно говоря, вот такая короткая презентация этого больного. Если что-то вы хотите спросить, я готов попробовать ответить. Так, тут пока вот было про диагностическую лапаротомию при диагнозе острого аппендицита. Нет, нет, при остром аппендиците диагностическую никто не делает. Ну, шлапаротомию, еще лапароскопию я могу себе представить. Ну, лапаротомию, вы что, издеваетесь? Если вы идете на лапаротомию, так удалите аппендикс. Так, вопросов нет? Ну, хорошо, может быть, мы еще вернемся к этому больному, потому что он еще у нас в ходу. Ну, вот, я рассчитывал, что наш психиатр сделает какую-то небольшую лекцию по поводу острых психозов и о том, что врачи-терапевты мало об этом знают. Вот, ну, нет, нет. Ну, АК у нас все время ликвиз в основном идет. САЗЭ это что такое? Какие-то аббревиатуры. Спасибо, я понимаю, САЗЭ не очень. Ну, ладно, тогда все, давайте до следующего раза. Нет ли прогрессирующих расстройств в памяти после ковида? Здравствуйте. Сколько ж мы об этом говорим? Уже столько было описаний, что это одна из основных проблем, связанных с памятью, вниманием и так далее. Конечно. Манифестация психозаболевания, конечно, может быть. Мы об этом, собственно, об этом и был пример, и я хотел об этом поговорить психиатрам, но не удалось. Кстати, некоторые психиатры поддерживают эту точку зрения, что ковид может быть триггерным механизмом. Ну, кстати говоря, ведь триггерный механизм может быть любой. Мы же знаем много людей, у кого шизофренические шубы были один раз в жизни, и больше никогда не повторялись. А у кого-то повторялись неоднократно. Вот, поэтому, да, любая инфекция может являться причиной развития психоза. Хорошо. Тогда я с вами прощаюсь. О дальнейших мероприятиях вы будете предупреждены, как обычно, по почте. Спасибо.